всем привет меня зовут юрий добро пожаловать на мой канал как я в прошлом влоге и говорила что я хочу стать донором попробовать вообще что там да как вот мы сегодня и идем в нашу центральную больницу называется она црб надеюсь там все будет понятно и я не заблужусь потому что там очень много корпусов куда идти я вообще даже не знаю в общем я погуглила что нужно для того чтобы стать донором там очень много противопоказаний даже вплоть до удаления зуба у кого-то пишут что только через год можно после удаления зубов кто-то пишет через две недели то есть я точно не знаю но слава богу что знаю то что в течение года я зуб не удаляла потом что там еще един по единственному я не подхожу это прививка там написано если была вакцинация и в течение так от 6 до года 6 дней до года противопоказания а я делала в июне прошлого года получается у меня больше чем полгода прошло и в итоге то этот вот я не знаю разрешат мне или не разрешат сделать я конечно же это все расскажу я у них спросила и они сказали если полгода прошло после вакцинации то можно кровь сдавать что нужно сделать перед донацией так скажем короче надо выспаться в течение двух дней не пить алкоголь а выспаться от 7 до 8 часов где-то надо минимум я так и сделала 48 часов я не пила так что еще не курить я не курю за час если кто-то курит то у кого-то пишут за час за два не курить и после тоже не курить чтобы стать почетным донором нужно или 40 раз кровь сдать или 60 плазму или комбинировать сдавать кровь и плазму то есть это и другое сдавать потому что плазму можно сдавать каждые две недели а кровь только раз в два месяца и женщина можно в год сдавать не более четырех раз а мужчинам не более пяти в общем в интернете информации море просто читать не перечитать и вот я вчера начиталась в голове очень много информации так еще нужно перед донорством позавтракать легкий завтрак должен быть жирного не есть до сдачи по моему тоже за двое за два дня вообще жирное нельзя есть просто надо я сегодня легко позавтракала выпила чашку чая сладкого и бутерброд сыром съела я обычно вообще не завтракаю я не могу у меня ближе к обеду только начинается аппетит не могу в себя ничего сунуть не чая не могу вот с кофе у меня сердечко тюкает вот не буду ничего поэтому утром я не завтракаю но сейчас вот пришлось потому что сладкий чай нужен и говорят что перед донацией тоже сейчас сладкий чай предложит надо его выпить обязательно чтобы потом плохо после того как я сдам кровь не было сдавать кровь очень быстро от 10 до 15 минут а вот плазму сдавать от часа до полутора какое страшное дерево тут валяется тут они периодически падают и периодически кто-то вырубается блин у меня прыщ тут выскочил не давится я не могу давил давила просто красную точку надавила и вот здесь тоже как будто простудни вообще ужас короче не обращайте внимание не так смотрите я сделала не знаю видно будет или нет приклеила стразину это называется sky с и у стоматологов может быть кто-то помнит я sky с и делала ну вот эту вот стразину приклеивали мне тут не сверлится зуб свой все хорошо тут просто ставится на клей страза и все как было написано в интернете эти sky с и могут ходить аж до пяти лет но у меня отвалилась через полгода я к стоматологу ходила мне приклеили стоимость была 700 рублей но мне заодно и проверили все зубки а осмотр у нас стоит 200 рублей то есть мне все равно надо было идти на осмотр как бы я заплатил 200 рублей за осмотр и 500 рублей за скайсы вот но если все равно идти без осмотра все равно 700 рублей возьмут за эти скайсы вот и потом сидела я сидела вечером думаю а почему бы мне самой не попробовать приклеить потому что когда мы помните стол мы делали стеклянный мы же я же базой пятаки вот эти вот проклеивала то есть у меня стекло полностью на базе держится на на ножках не отвалилась до сих пор стал уже сколько два года все хорошо у меня и отлично то есть база хорошая и причем я он ли френч брала я другие не пробовал просто взяла первопопавшуюся базу все вот и тут также обезжирила три раза спиртом обезжирила зуб взяла астразину помазала у ее ту сторону базой посадила ее на зуб сюда и заполимизировала заполимизировала короче высушила и вот она у меня затвердела и я потом вокруг тоже чуть-чуть еще базы промазала ну естественно липкий слой я все весь вытерла этим же спиртом короче я с этой стразиной уже два дня хожу тьфу-тьфу она у меня не отвалилась еще блин вам наверно громко я уже к дороге подошла я повернулась и телефон не поворачивается если она даже отвалится если я ее съем будет ничего страшного потому что ну а чего она маленькая как вошла так и вышла прошлое стразина у меня отвалился и сама от ковыряла я думал мне че-то пристало на зубе я забыл совсем про нее и раз-раз ковыряла она у меня через полгода отлетела буду вас держать в курсе сколько это продержится посмотрим бесплатно так у меня вот здесь уже остановка я пошла и сейчас уже слезу остановки в больницу включусь все приехала пойдут перескать где это вообще все здесь у нас вход центральный не знаю и наверное надо дальше потому что я что-то посмотрела что ты дальше хирургии надо мне станцию станцию переливания крови как раз так схема территории расположение отделений о как хорошо смотрите вот это вам видно или нет не знаю администрация пищеблок родильная приемная травматическая сейчас я найду кровь переливания не вижу вообще на стенде переливания крови нет значит не так всем и надо похоже так сейчас найду попробую потому что вроде бы за хирургии у нас там хирургии далеко сегодня пасмурно прямо морося мне в лицо чуть сказала не одела куртку надела куртку уже летнюю потому что зимней куртки очень жарко а в шубе вообще невозможно ходить на улице у нас по-моему плюс один как будто не течет ничего обычно даже в минус один начинается крыш течь потому что все равно теплоотдача какая-то есть а насчет про отдела и надела подтягивают за каждое неправильно сказанное слово даже за то которое я говорю специально например я могу сказать не на мосту а на мосте не во рту о врате или в роте ну просто так я не знаю у меня почему-то само детство я коверкаю слова причем специально нет того что я там какой-то безграмотный человек там или еще что-то ой одна написала тут подтяните свой русский язык сунуть впихнуть и так далее ужас и кошмар ну е-мое это как бы в моем лексиконе жарко низу которые имеют место в моей речи без проблем потому что я могу себе это позволить то есть она имела ввиду что я тут как бы на весь мир тут вещаю знаете чего я думаю грамотные люди поймут что я говорю специально а что должно быть правильно такси ты ищет отделение детское не может найти я говорю останусь приливание крови он сказал что вы правильно идете слава богу что я отправлены главу кинуты я не подсказал где здесь детская вот она была раньше здесь он сюда и приехал а здесь и двери закрытый он поехал не знаю куда вот наверное в ту дверь еще так а одна девочка еще не написала когда я сказала заусенец она говорит давно ли у нас заусенец стал женского рода а я буду да и заусенец же говорят заусенец я конечно же полезла в интернет окей google блин а заусенец то как пишется не говорю она писала оказывается что заусенец и заусенец а это можно и так говорить и так как и например слово одновременно и одновременно потому что я в телевизор постоянно слышу все по-разному говорят и одновременно и одновременно тоже также окей google полезла посмотрела оказывается можно и так и так есть какие-то ударения которые вообще никуда не переставишь например договор свекла там и еще какие-то слова но это тоже все все же запомнить невозможно но можно же погуглить прежде чем не писать давно ли заусенец женского рода и почитать что заусенец и заусенец это одно и то же блин вот люди придираются как могут я иногда бывает такую ценную информацию рассказываю а кому-то все равно они пришли просто как на русский язык меня проверить как блин на диктант какой-то или на экзамен так что будьте добрее здесь у меня не поставилась на паузу хотя я думала что поставилась и пошла дальше снимать а когда начала записывать я нажала а на самом деле на паузу нажала в общем не записалась отделение я нашла и как раз сюда в него сейчас захожу думая что запись у меня на паузе она снимает здравствуйте а я насчет переливание крови я вообще первый раз и не знаю ничего вообще что делать нет я только пришла спросить может и что-то говорят проверить надо кровь или что-то еще проверять все делается анализы у нас и там вас есть что врач направляет при себе только паспорт и снимутся но не знаю примут ли сегодня сегодня вроде как коробка смены давайте попробуем давайте мне одежду и обувь а точно я говорю что-то я хотела сейчас взять из карман то с собой наверх когда пойдете в оперзал кровь сдавать будете надевать а сейчас поднимайтесь наверх в регистратуру спасибо дали бахилы дали какие-то сланцы смотрите новенькие прям как на второй этаж в регистратуру наденем там когда уже кровь будем сдавать если будем сдавать ну вы слышали да что сегодня короткая смена могут меня еще не принять но если что запишусь я наверное сейчас на диктофон поставлю чтобы не светить потому что когда блокируешь телефон он не записывает здравствуйте а я не записано я пришла узнать я хочу донором стать я вообще ничего не знаю первый раз и куда мне чего и как до начала вы идете в лабораторию это вот там а потом приходите сюда мы регистрируемся потом опять идите в лабораторию идете к врачу никогда не сдавать не а я сдавал кровь в сентябре мне сказали что у меня генглобин высокий мне бы лучше донором стать мухонова через по юлия михаловна и амбру по крови резать и 2 или 3 положительные точно не помню кто из них там беременных убрали давно-давно дело было давно за лет прошло уже все пальчик закрывайте коридорчики спасибо хорошо чего у меня генглобин уже это у меня сентября 146 было а в августе 140 все так быстро как паспорт очень много может кушать хорошо может кушать хорошо да может показать килограмм наела при тройку я подхожу да больше крови конечно сейчас у нас давайте оформили направлено кровь а там если что доктор перенаправит если вы скажете на плазму или уточнить серьезно то лицом уточнить может не будет же очищать давать плазму то что у меня еще больше да и кровь еще больше в концентрировании можно сказать так вот сейчас мы сдали потом через два месяца придете как скажете так и сдам если у вас хорошо пустится уже будете плазму сдавать там уже будет не страшно да 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 вот это что-то вообще так надо анкету заполнить далее сейчас заполним кровь сказали я подхожу все хорошо так значит я в регистратуру пошло потом сдала кровь из пальца потом обратно в регистратуру там сказали что у меня гемоглобин 156 это очень много и сегодня возьмут кровь в общем сейчас сижу к врачу а потом уже на сдачу крови пойду здравствуйте можно к вам так что делать я в первый раз ничего не знаю после слова я писать фамилии имя и отчество полностью читать дата подпись а нет а куда мне теперь идти а вот там где люди сидят как раз да спасибо меня сфотографировали прямо из регистратурного окошка смотрите какая дата регистрации красивая вместо чая предложили сок сказали можно до или после взять но мне дали и до и после хотя я сказала что я уже брала берите берите а вот на этом кресле я буду сдавать кровь когда вставили иголку врач сказала поздравляю теперь вы донор в общей сложности в больнице я пробыла с пол десятого до пол двенадцатого то есть два часа все девчонки сдала я кровь так смотрите но так и было минут десять-пятнадцать я кровь сдавала минут десять-пятнадцать меня подержали на кресле чтобы я отдохнула вроде как голова не кружится но что-то что-то есть такое что не знаю легкое прямо грубо окружение но то что я сейчас куда-нибудь упаду все хорошо короче рассказываю что я видела а 9 коек у нас вот этих вот где сдают 9 мест так будем называть очень много народу я прямо удивилась выставлять столько народу сдает они прям меняются друг за дружкой сидят в очереди чтобы сдать кровь я вообще в шоке класс вообще молодцы люди что сдают столько крови кто-то на плазму лежит очень долго на плазму лежать сначала горит кровь потом через два месяца придете и проверим еще раз то есть перед каждой сдачи уходит пальчик смотрит кстати так быстро в детской больнице сдашь и ходишь там два дня потом за этой справкой на гемоглобин и еще чего-нибудь там мне тут и резус фактор мне сказали у меня третье положительное и сразу же гемоглобин показали что там еще весь анализ полностью сделали меньше чем за десять минут вот эта скорость я понимаю и каждый раз это каждому человеку делают получается каждой сдачи повернись спасибо пока все лежат вокруг ходят четыре человека и еще в окошечке дяденька прям очень пристально за всеми смотрит там их весы в этом окошке их увидела есть телевизор передачу какую-то там интересную показывали в общем все такое новенькое чистенькое все такие добрые когда я уходила они даже сказали спасибо за кровь я в принципе то пришла ну конечно это плюс что я могу кому-то помочь что моя кому-то кровь пригодится но в основном то я уже думала в общем об этом что ведь и людям помогать вот но тогда когда мне сказали что у меня уже гемоглобин высокий сентябре у меня был 146 а а самые нормальный показатель там со 120 до 140 по моему для женщин вот и у меня уже гемоглобин как у мужика сказали 146 а вот сегодня видите вообще уже 156 за полгода он у меня как скаканул гемоглобин сказали наверное можете может быть кушать хорошо стали я действительно хорошо кушать стала я все управляюсь и управляюсь на диету никак не сажусь я подумал я всю жизнь ходила худенькая дайте хоть толстенькой походить у меня все выросло и спереди и сзади так что у меня сейчас все устраивает не надо мне пока худеть живот фиг с ним животом покажу немного мне дали справку на работу что мне можно два дня отгулять за счет рабочий и талончик на бесплатную еду у нас там в двух по моему кафешках у нас что-то дождик смотрите я уже вся мокрая сейчас пойду на автобус надеюсь я сейчас дождусь 13 у нас на отшибе каком-то это црб стоит и получается очень мало автобус у меня рука не сгибается не так ее завязали сказали завязку четыре часа не снимать надеюсь я дождусь 13 раз в час едет вот надо будет сейчас посмотреть в интернете во сколько он вообще здесь поедет чтобы вернуться домой потому что от риона я ехал на 13 а сюда а отсюда мне уже на 13 надо на тот который в другую сторону едет надеюсь я недолго буду стоять и ждать посмотрела автобус 13 будет только через 40 минут вон тот один подъехал может меня вот до полянки довести но я взяла мелочи только на туда и обратно автобус ну и ничего страшного сейчас прогуляюсь просто с вами пойду до полянки пешком здесь идти не знаю сколько но по времени минут десять наверное может даже побольше да побольше прилично общем не идти а так то если где-то две остановки считать если по остановкам здесь очень красиво здесь типа леска такого надеюсь все хорошо видно сейчас дождик и закапывает мне камеру фронтальную получается все мутно все будет хорошо ходила я тут как-то кино но не как-то прям пошла в кино в разные на разные сеансы так ходила смотрите на непослушника потом анчарта на картах не значится падение луны и последний сиркюлем пиуаро этот смертонили в общем из четырех фильмов мне всех больше не понравился непослушник все остальные клёвые но непослушник можно посмотреть так один раз пересматривать я его скорее всего не буду и может быть только если его когда-то там по телевизору покажут и вроде как можно пересмотреть но самые интересные фильмы как раз для меня чисто потому что я не очень люблю русские фильмы я больше по американским мне еще и фантастику подавая еще и про космос и представляете это падение луны это вообще самое мое любимое получилось они космос там собрали и фантастику вот с этим пришельцем нанотехнологичным там супер-пупер умным из луны то сделали вообще не луну а что-то другой в общем мне очень понравилось очень анчарта это приключенческий фильм в общем все четыре фильма разные анчарта приключенческие они там клад искали потом смерть на ниле там расследование но получается у церкви импора тоже очень клёвый но я догадалась прямо в самом начале когда вот убийство произошло я догадалась кто это сделал сразу же и у меня даже сомнений не было весь фильм что может быть это может быть тот я прямо точно знала почему то что это именно вот тот человек первый раз я вообще угадала потому что я обычно гадаю весь фильм ой паде так кто еще в общем очень край очень классный вот эти три фильма советую сходить если кто-то вот если вы любите вот приключенческие расследования и ну детективы и фантастику то можно смело идти вот прям падение луны это моё прям вообще суперский фильм очень понравился недавно у себя в кабинете провела ревизию выбросила представляете по пол ведра вас топов лаков старых почему наверное тут звонит курьер звонил чего-то мне привезет сегодня молодец какой скоро кстати распаковочка будет надеюсь на это я все никак не соберусь потому что для меня распаковка это самое мое время затратное и и очень много сил нужно для того чтобы выложить распаковку поэтому мне прямо нужно полноценных два дня чтобы это видео вам сделать ну вот про ревизию собралась посмотреть что у меня там ящиках какие у меня базы стопами есть какие остались какие уже надо выкинуть в общем очень много выкидывала мисс почему-то у меня камуфляжки все скукожились не скукожились а наверно расслоились что ли вот это вот почему-то у них такая особенность у миссовских вас камуфляжных они очень хорошо расслаиваются причем даже до срока годности посмотрела по срокам тоже чтобы вазы выкинула пустые флакончики выкидывала и даже где вот оставалась например вот топа вот постольку кисточку уже не достает я много топов слила и у меня получился целый флакончик 15 миллилитровый я на нем подписала что это для типс то есть у меня там очень много разных топов но все практически одинаковой консистенции просто если бы я туда густой еще налила какой-нибудь каучуковый но это уже не дело было бы неудобно типсы покрывать густыми топами получается за плечами огромный опыт том плане как делать ноготки девчонки все спрашивают спрашивать вот вы раньше акрилом укрепляли там полигелем пробовали и так и сяк в общем смотрите за пять лет вот я пять лет назад начала заниматься ноготками например тогда еще не было ни полигелий не акригелий например мы на ноготь наносить наносили раньше базу тоненьким слоем сыпали на нее акриловую пудру и наносили сверху опять базы выравнивающим слоем ногти были крепкие кто-то мешал этот акрил уже в базе и так и придумали акрилатик наверное он по пожиже полигеля потому что полигели он прям вообще его надо он не выровнится никогда его надо выкладывать как пластилин акригель он чуть-чуть пожиже он тоже не течет но он более податливый скажем так потом от полигель погуще придумали я сначала получается укрепляла акрилом потому что чем длиннее ногти тем прочнее они должны быть гели кстати были не знаю почему я гелем раньше не делала так не знаю то твердую базу придумали тоже очень хороший вариант это укрепление как будто гелем действительно полигель очень хорошо носился на девчонках на тонкий слой базы потом полигель укладывали вот хочет тоже хорошо носился потому что он тоже жесткий и на кончиках он не стирался в общем хорошо но его не уложишь так ровно как гель то есть гель то у нас выравнивается как база только он чуть-чуть погуще а с полигелем так не прокатит его придется опиливать действительно без опила его очень сложно выложить если вы будете без опила выкладывать то выкладывать будете вечность выглаживать его но и со временем так и выходит что пользуюсь пробуешь 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 разные техники останавливаешься на какой-то одной на время потом что-то новое придумают или что-то новое я увижу там например на ютубе тоже попробую мне это понравится я делаю например вот верхние типсы и полигель меня почему-то не очень сложилось хорошее мнение потому что надо выглаживать и на типсе тоже не просто тяп-ляп наляпал и все по вылезала там с боков в общем надо еще уметь нормально когда есть много практики тогда и быстрее получается вот так как я мне не понравилась эта техника я ее не стала развивать и поэтому я сейчас ей и не пользуюсь мне очень нравится вот на на сегодняшний день мне очень нравится тонкий слой базы причем не камуфляжный ой не каучуковой а жиденькой которая проникает во все чешуйки которые мы раскрыли сама по себе даже втирающим слоем не надо втирать а просто нанесли и все и сверху укрепляем гелем конечно не просушен просушенную базу на просушенную базу прям на липкий слой можно липкий слой убрать если вдруг вы пока там другие ноготочки делали какой-нибудь пылище наляпали вот смотрите вот вот за этим зданием уже не остановка получается я уже пришла для меня сейчас оптимальный вариант укрепления гелем потому что ногти длинные и пластико пластичный пластиковые пластичная база мне не даст той крепкости у меня ногти будут гнуться перегибаться вот в точках в роста или в зоне стресса и они будут лопаться просто получается так у меня автобусы проехал я побежала теперь у меня до дома финишная прямая иду с остановки домой сейчас на минуту к 65 наверное как раз приду меня спрашивают можно ли использовать материалы просроченные ну в принципе нельзя но вы же знаете меня если я говорю нельзя я это делаю у меня пару лаков есть просроченных осталось которые в хорошем состоянии в идеальном и даже пахнут и до консистенции осталось все то же самое я не могу их выбросить потому что это мои любимые цвета в общем я ими пользуюсь но также это то же самое что сказать и спросить юль можно есть просрочку нельзя но кто-то я ест кстати кто-то ест потому что продавцы с магазинов тащат просрочку домой некоторые знаю не мои знакомые а вообще я так думаю что кто-то ну вот и и они едят продукты и только из-за того что они еще в нормальном состоянии ведь срок годности это же есть срок пределах которого продукт не испортится а потом же он же сегодня например хороший а завтра будет плохим вот этот вот просрочка даже консервные банки там аж по три года хранят то есть три года ровно прошло и они уже все их есть нельзя то есть для магазинов просто сделали но вы меня поняли короче я сама себя еще запутала и вас запутала наверно за в общем есть у меня некоторые лаки которыми я пользуюсь топ и базы вот я выкинула пол ведра ну не пол ну да где-то у меня очень у меня много вышло просрочки было мало в основном пустые были особенно который я послевала и у меня эти пустые остались для типс база не стала сливать там вот прям на донышке оставалось даже разные фирмы не буду друг другом мешать выброшу все равно они стоят у меня уже год может полтора вот и я ими не пользуюсь также они у меня также будут в мусорке валяться я ими также дальше не буду пользоваться как и раньше в общем не пожалела ничего флакончики оставить пустые себе зачем вот думаю зачем все побрасывала не пожалела опять мимо этого дерева проходим да тут очень часто деревья падают я здесь работ туда сюда хожу вот там поваленные то есть сухие и вот кто-то не знаю кто но приходит спиливает и так как я не знаю о чем в логах вам рассказывать я наверно уже переговорила все что могла надеюсь сейчас вам ветер на железке а чем о чем в новых рассказывать вам я не знаю поэтому подкидывайте вопросики я вам все расскажу все что смогу вот например девочка написала вы не знаете что в блогах рассказывать вот вам пару вопросиков подкинула мне написала от чего зависит заработок в ю тубе заработок в ю тубе от чего зависит не знает никто даже наверное сам youtube потому что например если подписчики если вы подписывайтесь на канал это вам надо чтобы вам видео не пропустить нам это очень приятно что у нас много подписчиков например допустим я выкладываю видео вот подписчиков что хорошо что им сразу же приходит оповещение особенно у кого колокольчик стоит они сразу видео видят и у меня просмотры набираются быстрее чем когда у меня не было подписчиков потому что люди и не знали что у меня есть какое-то там видео потом от лайков от лайков тоже ничего не зависит никому ничего за них не платят просто youtube видит вам сказать я стою уже минут десять на одном месте чтобы не уйти до дома и чтобы вам договорить влог я из-за своей памяти не могу это слово вспомнить что youtube видит неэффективность а когда вот я не знаю как объяснить даже я бы погуглила сейчас я даже гуглить не знаю это слово просто вышибла из башки слово я весь день ходила и думала на этот вопрос как отвечать и я это слово знала у меня бывает в общем в общем неэффективность а насколько мои видео смотрят я не знаю как объяснить я надеюсь все уже догадались кроме меня блин в общем по комментариям и лайкам смотрят короче пусть будет эффективность но это неэффективность и я о господи тяжел случай в общем ладно я думаю вы меня поняли платят блогерам только за рекламу за показ рекламы который вы посмотрели больше не за что а вы как бы бесплатно смотрите видео и как бы платите просмотром этой рекламы нам правда youtube суще копейки там какие-то платят но все же зарплата получается зарплате вернее получается хорошее а вот миллионники уже наверно у них стабильные зарплаты хорошие с youtube некоторые блогеры считают что комментарии помогают в развитии канала и что youtube видит вот это слово которое я забыла что лайки и комментарии и якобы дает нам шанс наше видео какое-нибудь в рекомендации выставить ничего подобного когда у меня были конкурсы видео я выкладывала на них ну вот например десять тысяч просмотров в среднем у меня на каждом видео допустим а конкурсные видео где там просто больше трех тысяч комментариев было народу много участвовала и больше трех тысяч комментариев и это видео набрало четыре с половиной тысяч всего лишь то есть комментарии здесь ничего не стоит нам только приятно их читать хорошие кстати у меня такая аудитория классная прям обожаю вас и люблю потому что все такие добрые и все желают всего хорошего реально блин спасибо вам большое очень приятно очень хейтеров практически нет на канале в общем доход зависит от рекламы а подписчики комментарии и лайки уже это лично нам приятно ну и естественно у нас видео больше просмотров набирается от них же тоже зависит ну вот как что именно например написать комментарий или лайк поставить или что-то там еще какое-то действие то есть я не знаю даже что лучше например лайк или комментарий лучше и то и другое спасибо большое за то и за другое всем насчет серебряной кнопки как получить что за сколько серебряная кнопка дается после того как у вас наберется 100 тысяч подписчиков ну и в принципе все насчет монетизации не знаю должна ли быть она подключена но вроде бы должна потому что мне кто-то спрашивал должна ли быть монетизация на канале я говорю ну монетизацию мы вообще через другую программу подключаем получается там от сенс вот а ютуб то он же американский ну ютуб обычный ютуб то есть ютуб присылает кнопку вот насчет монетизации не знаю кто знает напишите в комментариях ну и в общем чтобы эту кнопку получить нужно всего лишь 100 тысяч подписчиков набрать а потом вас ждет полный геморрой об этом у меня есть видео на канале как я ее получала я думала что я ее уже никогда не получу если интересно я ссылочку оставлю в описании под видео посмотрите ну все я уже и свой дом то тут перешла чтобы вам договорить про кнопку на сегодня у меня все кто досмотрел это видео прямо респект и уважил к вам спасибо огромное кстати тоже у нас есть в аналитике есть сколько видео в среднем по минутам или по часам там по минутам по моему сколько кто смотрит например у меня 20 минутное видео а в среднем оно допустим 6 минут кто-то просмотрел то есть кто-то включил и выключил а кто-то полностью смотрит и поэтому у нас в аналитике тоже показывается так что лучше смотреть сначала до конца не перематывая но я вас не смею об этом просить конечно смотрите как хотите хотите не смотрите хотите смотрите все что хотите в общем единственная просьба будет напишите мне вопросы которые вы хотите узнать чтобы я вам в следующем блоге все рассказал все ответы на них например если у вас вопрос именно для того чтобы я во влоге ответила в начале комментария напишите для влога и дальше текст вопрос я вам все отвечу чтобы я понимала на какие вопросы отвечать сейчас в эту же секунду когда я увидела ваш комментарий или во влоге уже ответить потому что вдруг вы меня спросите какой-нибудь вопрос а я там во влоге вам отвечу а вы будете ждать тут когда-то следующий блог будет. А ответить надо сейчас. В общем, вы меня поняли. У нас в городе такой пипец. Посмотрите. Это все свалилось у нас с крыши. Видите, здесь навесик у нас такой. Все тает, сваливается. Муж начал варить себе стул красивый. Как вот в коридоре сидушка. Вот будет такой красивый стульчик. У нас сзади, дальше там, смотрите, за гаражом все съезжает и с нашей крыши, и с соседней. То есть у нас там, я не могу сейчас... Ой, блин, все провалилось. Не могу сейчас вам показать. Но там просто каждую зиму выше забора даже снег лежит. И вот с этой всей крыши у нас все съезжает туда, в одно место. Зато тут уже у нас травка у мангала есть. Сегодня, кстати, навалило. Была прямо хорошая зелененькая травка у мангала. Пришла вся мокрющая. Смотрите. Такая вот морося уже превратилась прямо в дождь. Телефон. Прямо весь экран уже мокрющая. Надеюсь, все будет с ним хорошо. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока-пока. Что, вы меня встречаете, да? Встречаете, мои маленькие крошечки мои? Все, полетела. Побежала, побежала. Добрый, мои хорошие. Добрый, мои маленькие. Вот кто вас дома ждет беспрекословно. Всегда. И вот так вот радуются вам. Да, мои хорошие. Все. Субтитры сделал DimaTorzok